Самый нижний диапазон от 0 до 16 Гц называется инфразвуком. Приставка инфра означает ниже. Например, это вибрация механизмов или отголоски землетрясений. Инфразвуковые волны хорошо распространяются в разных средах, что используется в научных исследованиях, например, в сейсмологии. Начиная с 16 Гц, человеческий слух способен воспринимать колебания как звуковые, и этот диапазон мы называем звуковым или слышимым. В телефонной связи используется диапазон от 300 до 3400 Гц. Этого достаточно, чтобы передать голос и заодно отрезать помехи в низких и высоких частотах. Благодаря тому, что по линиям связи передается усеченный спектр сигнала, становится возможным частотное уплотнение, когда по одному проводу передается несколько сигналов. Это весьма действенный способ сжатия, запомним его. Если представить сигнал в виде определенного спектра частот, в котором можно пожертвовать какой-то частью, то такой сигнал можно упаковать довольно плотно. Вроде бы, при чем тут компьютерная графика? В третьем модуле мы увидим, как это применяется. На частотах выше 20 кГц человек перестает различать звуковые колебания, но это не значит, что он перестает их воспринимать. С возрастом люди теряют способность слышать высокие частоты, но излучение на границе слышимого диапазона немного выше может вызывать неприятные ощущения. Животные, например, птицы, собаки и кошки слышат звуки более высокой частоты, чем человек. Например, есть устройство для отпугивания собак или птиц. Они используют излучение более высокого частотного диапазона, чем слышимый человеком звук. А летучие мыши, например, перемещаются в пространстве, ориентируясь по отражению волн в этом диапазоне. Он называется ультразвуком. Приставка ультра означает выше.